Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! В самом начале своего видео хотела бы дать ответ Татьяне из Германии по поводу моей кулинарии, вернее, как я соблюдаю диету, готовлю ли я только для себя или же готовлю и для своей семьи, и для себя одинаковые блюда. Ну, сейчас я объясню, как все это происходит. Если я готовлю картофельное пюре, например, я для себя откладываю отдельно небольшую часть и добавляю туда немножко молока обезжиренного. Для семьи, конечно же, добавляю сливочное масло и молоко, все делаю как положено, но для себя немножко сразу откладываю. Если я готовлю что-то, ну, например, котлеты или тефтели, то свою порцию я, конечно же, готовлю на гриле или на сухой сковороде. Иногда готовлю для всех на сухой сковороде, иногда жарю на масле. В общем, но себе, конечно же, стараюсь откладывать то, что, ну, не жирное, естественно, не ем сладкого. Такие блюда, как плов, пельмени. Я стараюсь, например, использовать нежирное мясо. Курицу с говядиной смешиваю, стараюсь поменьше добавлять свинины. Но если, например, жарю ту же самую свинину, то я могу взять пару кусочков, естественно, без жира, без сала и тоже могу съесть, но не такую порцию, как даю, например, мужу, естественно. Салат я делаю для всей семьи. Они заправляют салат, здесь, как правило, соусом винегрет или вот такими вот заправочными, как салатными заправками, вернее, даже можно сказать так. И как бы майонез не используется. Иногда просто добавляю несколько капель масла грецкого ореха, потому что очень его люблю. Растительные масла, они полезны. По предписанию моего диетолога я должна съедать 10 грамм масла в обед и 10 грамм масла на ужин. Естественно, если я готовлю рыбу, то как я поступаю? Я в пароварку складываю зеленую фасоль, рыбу, другие овощи, которые люблю, а своим делаю рыбу в кляре или рыбные какие-то котлеты, например. Иногда делаю для всей семьи на пару, иногда делаю только для себя, а им обжариваю на масле. Если я готовлю чебуреки, там тоже по заказу семьи, то я могу смело съесть один чебурек. Естественно, я их готовлю редко, но я, ну как сказать, я строго придерживаюсь диеты, да, и придерживаюсь этой диеты в течение недели. Но на выходные я могу себе позволить выпить бокал вина, белого или красного, в зависимости от блюда, которое я буду готовить. И я могу съесть какое-то запрещенное блюдо, которое, например, я не ем в течение недели. Но это, скорее всего, связано не так с тем, что я боюсь поправиться, а это больше связано с тем состоянием здоровья, чтобы не повысился сахар, не повысился холестерин. И как бы по состоянию здоровья, не чисто из-за диетических помыслов, так скажем. По поводу напитков, да, мы если покупаем такие не очень хорошие напитки, как Кока-Кола, Оранжина, Элефанта, то мы покупаем это зеро. Без сахара, без кофеина, ну, в общем, вот такого плана. Конечно, я не приветствую и не говорю, что эти напитки очень хорошие, их нужно пить. Нет, я так не считаю. Но как бы даже в моей диете французским диетологам они вполне рекомендованы. И как бы их можно пить. Но если брать, к примеру, выбирать между КОЛОЙ или Оранжиной зеро, то я предпочту купить минеральную воду, то же самое перье, и добавить туда натуральный сироп, который тоже без сахара, без добавления сахара. Мне кажется, что это будет, ну, более полезно, чем та же самая Кока-Кола зеро. Потому что, ну, не знаю, это мое мнение, конечно. Я не специалист по питанию, просто я так вот считаю. Также я люблю минеральную воду с лимоном, и как бы летом у меня все это пьют. Я не испытываю проблем по поводу того, что приходится готовить как бы лично для себя. Если я готовлю, например, мясо, я просто-напросто какие-то кусочки откладываю себе или готовлю их в пароварке вместе с овощами. Овощи для всей семьи идут, и вместе с ними протушилось мое мясо. Или же готовлю котлеты и делаю всей семье так же, как себе. В общем, ну, я уже приспособилась, и как бы для меня это не является какой-то там большой проблемой, чтобы, ну, приготовление такой еды. Конечно, я очень люблю некоторые блюда, которые, ну, нежелательно мне употреблять. Ну, небольшой кусочек, если ты этого съедаешь. Во-первых, ты не испытываешь какого-то потом, ну, нехватки того, что ты недополучил чего-то. И нету срывов по этому. И, конечно, если мне хочется даже, например, какого-то именно салата с майонезом, вот именно с майонезом, хотя вот этот соус, который я уже до сколько, года два, наверное, я его уже готовлю для салатов. Но если вдруг уж хочется, я сделаю этот салат с этим майонезом, и я смело могу съесть там две столовых ложки, естественно, от этого хуже, конечно, мне не будет. И касательно последней диеты, которую вот я получила, ну, не так уж недавно, сколько, январь, февраль, март, три месяца, мне предписали именно вот эту диету. И я считаю, что из всех предыдущих, которые у меня были после удаления щитовидной железы, это именно то, что мы нашли именно тот вариант, который подходит лично мне, и что я стала терять вес, и, ну, нету чувства какого-то вот не голода, чувства голода я вообще не испытываю, а вот желание съесть, ну, той же самой колбасы какой-то, или какого-то, ну, жирного какого-то, или жареного, как бы вот здесь вот все настолько сбалансировано по-умному, что как бы я очень довольна, и результат тоже, ну, он чувствуется даже вот не взвешиваясь, поскольку уже как половина переехала, половина еще здесь, но даже не взвешиваясь, я смотрю по одежде, я смотрю на размер все стало меньше, как бы. Так что вот такой вот у меня ответ, нет у меня никаких, да, Тики, он и кошечка моя пришла, да, Тики, да, красавица. Тоже пришла про диету рассказывать, ой, красавица моя, ты хорошо погуляла. Ну, вот и все. Вот так вот сложности нету, как бы, или я ем то, что им готовлю, но маленькой порции, или же всей семье готовлю то, что я ем, и все тоже едят. Всем большое спасибо, что вы были со мной, до новых встреч, пока-пока.